8 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения. Основной мыслью этого указа является то, что Россия, воюющая против коллективного Запада, должна защитить себя, так как западные фальсификаторы истории проводят войну, идеологическую войну против России с целью нарушения целостности Российской Федерации. Таким образом, Владимир Путин, в общем-то, подтверждает, что он очень сильно боится сепаратистских настроений в России. Дело в том, что когда он напал более двух лет назад на суверенную Украину и начал полномасштабное вторжение, он тем самым открыл ящик Пандоры российской, так как российские, так сказать, народы, находящиеся в колониальной зависимости, сейчас это уже, в общем-то, признается практически всеми, осознали, что для них открывается окно возможностей. Возможно, это последний шанс для наших народов обрести независимость. Если сначала это были разрозненные акции, на которые власть не обращала внимания, то сейчас не обращать внимания на создание таких организаций, как Лига Свободных Наций, власть больше не может. Она больше не может позволить себе просто закрывать глаза и не замечать нас. И принятие этого указа – это жалкая попытка сохранить единство страны, которая, в общем-то, является лоскутным одеялом, и эти лоскутки уже по швам начинают отрываться от этого одеяла. И целостность этого одеяла, в общем-то, сама власть и подорвала. И это достаточно забавно сейчас об этом думать, но вот это так и есть. И что же предлагается людям России в виде этой концепции? Что? В общем-то, ничего нового. Просто Путин и идеологи кремлевские решили, что положение Конституции Российской Федерации о том, что у народов, которые входят в состав России, есть право на самоопределение – это непозволительная роскошь. Поэтому от этого положения новый указ отказывается. И что же вводится взамен? В общем-то, ничего нового, опять же. То есть российская политика, российская действительность – это такой театр абсурда, где вместе соединили, в общем-то, какие-то остатки российской имперской идеологии ещё вот XIX века и снабдили таким коктейлем из советской, из нарезок, в общем-то, таких советских. И получился, естественно, монстр, получился кадавр. И как любой кадавр, эта конструкция, конечно же, нежесть не способна. Поэтому ничего лучше, как просто пожалеть этих людей, в общем-то, придумать нельзя. Но я жалеть их не буду, потому что они сами на себя это навлекли. Что же предлагается? Предлагается следующее. Естественно, российский, русский народ уже давно, несколько лет назад, как был объявлен государствообразующим. Поэтому объявления всех остальных народов – это просто какими-то вариантами русского народа. Это как бы следующий шаг. Что и делается, в общем-то, этим шагом, этим указом. В советское время была такая концепция о том, что советский народ – это новая общность. То есть там вот то же самое, в общем-то, продвигалось, что в конце концов советский народ, он должен как бы образовать такую общность, где национальные особенности, они будут несколько снивелированы и возникнет вот это вот, когда мы построим коммунизм, то на всём пространстве Советского Союза будет как бы вот такой вот новый народ, даже не народ, а вот как бы новая раса, так скажем, людей, которых объединяет коммунизм, коммунистическая идеология. Ну, это как бы вот, это как советские фантасты рисовали в своих романах, вот, значит, пилотов и экипажи межзвёздных кораблей, которые состояли вот из таких вот, ну, как сказать, я могу, наверное, сказать, что, может быть, они представляли что-то вроде вот современных бразильцев, которые все являются, в общем-то, вот такой вот одной, можно сказать, новой расой. И, как писал бразильский писатель Жоржи Амадо, вот сам этот факт существования вот бразильской нации, которая состоит из метисов, из мулатов, то есть там у любого бразильца есть очень разные предки, и он писал о том, что это является таким основным заслоном перед расизмом. Ну, вот, что касается советских идеологов, вот они, наверное, думали, что это дружба народов, которая провозглашается советской идеологией, и вот единство образования. Они думали, наверное, что всё-таки это достижимо. Сейчас Путин считает, что навязав сверху эту концепцию единства российского и навязав народам, которые сейчас являются зависимыми народами, колонизированными народами, что он сможет таким образом сохранить единство страны. Но это достаточно наивный взгляд, потому что во всяком случае советские идеологи, они настолько бесстыдно не продвигали эту идею главенства русской нации. Да, они, естественно, в гимне советском пелось, что союз нерушимых, нерушимый республик свободных сплотила на веки Великая Русь. Да, действительно. И также, естественно, говорилось, что я в вкладе русского народа. Но, тем не менее, всё равно главной была всё-таки концепция равноправия, равноправия народов, равноправия. Но, естественно, это всё не выполнялось, потому что русификация шла полным ходом. Но, тем не менее, в основнополагающих документах ничего подобного, в общем-то, изобретением путинских идеологов не было. Ну, а Путин, в силу того, что он абсолютно, так сказать, вкупе с тем, что он является расистом, кроме этого, он также достаточно тёмный, малообразованный человек, он считает, что можно навязать народам вот это, и они будут с удовольствием наряжаться в кокошники, как буряты там сейчас некоторые делают, и кричать «Да, я русский, вот у меня только внешность бурятская, на самом деле я русский». Это, конечно, сейчас может многих беспокоить, и некоторые просто расстраиваются, говорят, как же можно быть такими манкуртами, почему они себя так ведут, но это как раз-таки легко понять. Всегда есть люди, поражённые стокгольмским синдромом, но всё это проходящее. Да, вот есть люди, которые, например, страдали от того, что были люди, которые страдали от отмены крепостного права, были люди, которые страдали от отмены рабства в США, имеется в виду чёрные рабы, поражённые этим синдромом. Мы знаем эти случаи, поэтому то, что эти люди так поступают, ну что же, можно просто их пожалеть, можно понять, почему они так делают, и пожалеть. Но на самом деле основная часть народа так не думает. И в основной части народа абсолютно не нравится эта идея отказаться от себя, от своей идентичности, от культуры, и стать просто вариантом, так сказать, русского народа. Вот одна из основных причин падения Российской империи была как раз в том, что покорённые, порабощённые народы Российской империи, увидев шанс, свой шанс исторический в падении царского режима, стали отделяться, и Советы тогда смогли воспользоваться этим недовольством покорённых и порабощённых народов, и предложили им, в общем-то, такую приманку в виде автономии, в виде республик, обманули, так сказать, что они будут совершенно равноправными членами этой конфедерации, но, тем не менее, таким образом они смогли спасти Российскую империю от полного раздробления. В 92-м году произошёл второй этап слома империи, когда союзные республики обрели, наконец-то, настоящую независимость. А сейчас наступает третий окончательный этап распада империи, постсоветской, российской, недоимперии, народного горя, по выражению Саврамата. И я думаю, что вот вся эта свистопляска с объявлением коллективного Запада фальсификаторами истории, она очень забавна в том смысле, что никто так сильно не фальсифицировал историю, как российские историки. Ну, я не говорю обо всех историках, я говорю о тех, кто выполняет указки, кремлёвских политиков. Вот недаром есть такое выражение, что история – это политика, обращённая в прошлое. Если мы пролистнём страницы историографии советской, то мы увидим, что вот даже вот как рассматривалась идея, как рассматривалось вхождение различных народов в состав Российской империи. Например, имперские историки времён ещё Екатерины, времён Петра, они писали как раз-таки о том, что это были, в общем-то, в массе свои немцы, немецкие историки, потому что академическая наука в России отсутствовала, то есть до времён Екатерины, можно сказать, и академическую науку, в том числе историческую науку, создавали приглашённые немецкие специалисты, ну и из других стран также. И немецкие историки, которые писали о завоевании Сибири, они писали о том, что Сибирь была завоёвана силой оружия. И в этом, в общем-то, не было ничего крамольного, это наоборот, в общем-то, говорило о том, что Российская империя это в общем-то молодой растущий гигант, который покоряет более слабые, более отсталые народы и племена. Естественно, в этих исторических трудах было очень много сведений о различных преступлениях, которые совершали колонизаторы. То есть всё это в общем-то там описано. Тот же Миллер, который приезжал в Сибирь и собирал архивы в Острогах потом всё это классифицировал и описывал. Он проделал огромный труд и затем на основании вот этих трудов писались истории, например, бурятского народа, например, наш бурятский историк и деятель первой волны бурятского национального движения Михаил Богданов издал такой труд один из первых в общем-то бурят, который написал историю нашего народа. И затем и вот как бы вот до так сказать 37 года, можно сказать, вот до начала так сказать до конца вот войны, Второй мировой войны, в общем-то это идея о том, что Сибирь и другие народы были завоеваны империей, она поддерживалась и советскими историками в том числе. Например, академик окладников написал в 37 году прекрасную книгу «Очерки истории западных бурят монголов», где также пишет о героической борьбе бурятского народа против захватчиков. Тогда действительно вот все эти преступления колонизаторов они не замалчивались, потому что как мы помним Советский Союз это была новая страница совершенно и вот то, что относилось к прошлому, это было проклятое прошлое, виноваты были цари, виноват был империализм, а мы строим коммунизм. Однако после Второй мировой войны Сталин все-таки повернул историографию на 180 градусов. И тогда же в общем-то стала продвигаться идея о том, что все народы вступали в состав России добровольно. И стали переписываться учебники истории, стали искать какие-то исторические события, которые могли бы подтвердить это. Ну, как мы помним, одна из главных в общем-то идей того, что единство Украины и России, это вот оно обусловлено исторически, вот как раз-таки это основывалось на унии, которую заключил Богдан Хмельницкий с Москвой и вот буквально в истории всех народов выискивались такие моменты. Затем, когда Советский Союз пал, ну, еще даже раньше этого, во времена перестройки, в общем-то стали отказываться от этой концепции и опять короткое время, на короткое время, в общем-то вернулись к этому более соответствующему действительности взгляду на то, что не все так было благополучно и мирно в образовании этой огромной империи. Ну и затем пришел Путин, который сказал нет, нет, и все народы снова стали праздновать добровольное присоединение к России. Мы помним, что в 12-м году это празднование было и в Бурятии, оно было ознаменовано многочисленными скандалами, когда приглашенные историки из Новосибирска говорили о том, что нет, на самом деле ведь не было этого добровольного присоединения, вот, но тем не менее это правительство республики продавливало, продавливало вот дату, чтобы была утверждена снова, но по новой, как бы, дата присоединения Бурятии к России, чтобы мы смогли отметить этот юбилей, получить какие-то транши и деньги из Москвы, вот, но все это достаточно печально, я бы сказала, что это забавно, но это печально, конечно же, но просто я бы не стала сильно расстраиваться по поводу этого указа и вот того, что будут снова переписываться учебники истории, потому что мы это все уже много раз проходили. И на этот раз вот то, что делает Путин и его присные, это просто жалкая попытка как-то вот все это разъезжающееся лоскутное одеяло удержать того, чтобы оно на куски не распалось. Но это не удастся им сделать, потому что дни России сочтены, дни России как вот единой этой централизованной огромной империи. Поэтому чем бы дитя не тешилось, как говорится, нам до этого дела нет. Всего доброго! ride un дитя не дитя не Продолжение следует...